Всем привет! Вы на канале Гальф Дизайн. И сегодня мы сделаем обзор на один из реализованных проектов. Расскажем про примененные решения и сколько это стоило. Это дом в Ленинградской области, общей площадью 130 квадратных метров, с четырьмя комнатами, двумя санузлами и кухней-гостиной. Дом строился на продажу. И, как правило, в таких случаях принято максимально снижать себестоимость строительства. Но в данном случае это не так. На этом объекте мы спроектировали и смонтировали инженерные системы, связанные с водой. И работа началась с проекта. На этом этапе были учтены все детали и особенности, а также заложены определенные технические решения. Сделано это было не только для того, чтобы избежать лишних трат сил, времени и денег, а еще и для того, чтобы получить качественный, предсказуемый результат. По всему дому выполнено только напольное отопление с краевыми зонами. Краевые зоны – это контур напольного отопления с более высокой температурой поверхности. Такое решение позволяет увеличить их общую тепловую мощность без нарушения норм максимальной температуры пола. В данном случае, по расчетам тепловых потерь, применение краевых зон позволило уйти от установки внутрипольных конвекторов. И за последние пять лет по данному проекту построено несколько десятков домов. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что наши теоретические расчеты полностью совпали с практикой эксплуатации. Чтобы снизить теплопотери, утепление пола выполнено поверх плиты. 100 мм экструдированного пенополистирола, на который уже уложены все коммуникации, позволяет уменьшить нагрев плиты от напольного отопления. Система водоснабжения в этом доме коллекторная. Это значит, что до каждой точки идет отдельная труба. И в зависимости от расстояния до коллектора и расхода потребителя, используется труба разного диаметра. Например, для душа в данном проекте используется труба диаметром 20 мм, а для раковины и унитаза 16 мм. Также в этом доме сделана система циркуляции горячего водоснабжения. Это значит, что до каждой точки с ГВС идет две трубы, по которым непрерывно циркулирует вода. Это сделано для того, чтобы при открытии крана сразу текла горячая вода, и не надо было этого ждать. Зачастую на системы циркуляции устанавливают водяные полотенцесушители. Но мы стараемся уйти от таких решений, потому что приборы для открытых систем водоснабжения стоят дорого. Как альтернативу можно использовать электрические полотенцесушители, либо же сделать, как в этом проекте, и применить решение с электрической теплой стеной. Основной канализационный коллектор выполнен под плитой, а канализация подключена к локальной очистной станции и выполнена из обычных немалошумных трубы и фитингов. Из нашей практики применение малошумных компонентов не имеет особого смысла. Если хотите, напишите в комментариях, и мы сделаем отдельный выпуск на эту тему. Тут есть несколько моментов, которые обязательно нужно отметить. У нас сделана аэрация на кровлю с целью постоянной циркуляции воздуха, для избежания замерзания, образования разрежений и запахов. Во всем доме смонтирована система вентиляции и кондиционирования. Но это не тема этого ролика. А сейчас мы переходим к обзору котельной. Основным отопительным прибором является газовый конденсационный котел с коаксиальным дымоходом, выведенным на фасад. А для нагрева горячего водоснабжения используется бойлер косвенного нагрева объемом 200 литров. Через него также организована циркуляция ГВС, о чем ранее я уже говорил. Для подключения системы отопления и водоснабжения применен наш стандартный модуль GL-01. Он имеет все необходимые элементы для безопасной и стабильной работы систем. В нем используются два контура отопления. Один контур с более высокой температурой для краевых зон, второй с более низкой для основных зон теплого пола. Также присутствуют все необходимые элементы безопасности. Расширительные баки, предохранительные и подпиточные клапаны. Это решение мы давно применяем для подобных проектов. Компактные размеры модуля позволяют интегрировать его практически в любое помещение котельной. А готовая сборка позволяет снизить сроки и стоимость монтажных работ. Также все распределительные коллекторы у нас находятся в помещении котельной. Коллектор рантовых зон, основной коллектор теплого пола, коллектор холодного водоснабжения, коллектор горячего водоснабжения и коллектор циркуляции горячего водоснабжения. По ходу ролика мы показывали вам стоимость реализации отдельных систем. Общая же стоимость реализации этого проекта составила примерно 1 миллион 100 тысяч рублей. Эта стоимость применима только к данному конкретному объекту. Она может варьироваться в зависимости от местоположения объекта, применяемых материалов и других факторов. А спецификацию на данный объект мы опубликуем в нашем телеграм-канале. Все монтажные работы на этом объекте были выполнены нами за 8 рабочих дней.